Следующий проект. Я приглашаю сюда Григория с проектом Help Yourself. Всех приветствую. Привет. Приветствую. Так, меня слышно, видно? Да. Слышно, видно. Прекрасно. Проект с таким позитивным названием уже заинтриговал. Это радует. Так. И экран видно, я даже надеюсь. Да. Все, могу начинать? Да, вперед. Так, собственно, я расскажу немножко итерационно. Сначала расскажу в общем, что это, потом вернуть в детали. Мы маленькая студия из двух с половиной человек. Это вот, собственно, проект, который мы сейчас делаем. Если очень-очень вкратце. Это головоломка от первого лица, в декорациях древнего города, в таком шумеры, песок и все в этом духе. У нас не особо хардкорные головоломки. Это не что-то типа витнеса. У нас больше упора на сюжет и беготню. Вот. Собственно, герой безмолвный. И у нас будут катсцены от первого лица. Мы даже будем использовать запись рук для них, чтобы максимально пытаться отразить как-то все это через доступные средства. Вот. Что у нас уже сделано? У нас почему-то в презентации сломалась картинка. Хотя я проверял только что. Но представьте, здесь красивый арт стоит. Так. У нас есть готовый билд. Есть три уровня, который мы более-менее оттестировали. Более-менее отшлифовали по таймингам. И на данный момент, на наш взгляд, это работает. По крайней мере, эти полчаса. Вот. Также у нас еще есть, собственно, несколько уровней на бумаге. И примерно раскидана весь структура. Ну, и еще несколько подземелий. Так, я, по-моему, очень спешу. А, вот он, как грузится. Все окей. Это, собственно, скриншот из нашей билда. Вот. На данный момент это выглядит примерно вот так. Вот. Тут пока все черновая анимация. И примерно как выглядит локация на данный момент. Вот. А теперь я вернусь к сюжету и расскажу, почему у нас именно такие механики, какие они есть. Так. Пустыня, собственно, главный герой обнаруживает вход в древние руины. Это вполне дефолтное начало. Где его, собственно, сталкивают еще куда-то глубже в пропасть. И он падает на кристалл магический. Мы пока сделали достаточно абстрактно. Просто какая-то магия. Вот. Я думаю, потом мы это конкретизируем и уведем, опять же, в сторону шумеров что-то. Хотелось бы позаигрывать немножко с их мифологией. Вот. И, собственно, главный герой умирает. Вот такое позитивное начало. И сразу же оживает рядом с кристаллом и видит свою смерть от падения. Далее начинается основная часть игры. Из-за этого артефакта протагонист не может окончательно умереть. Он просто начинает с того же момента, с какого он умер, оказавшись у артефакта. Цикл его жизни перезапускается. И этот цикл идет ровно минуту. Так как минута заканчивается, он снова перезапускается с этой же минуты. Он не может убежать, грубо говоря. Даже если бы выход был прямо рядом из лабиринта, он не смог бы убежать дальше, чем на минуту. И самое главное, все его действия, которые он делает, они остаются в игре. Они не стираются. То есть эту минуту он проживает не каждый раз заново. Эта минута каждый раз... Все его действия остаются полезными. Как это выглядит? Герой отображается, предыдущая версия героя, вот такими как бы призраками. И каждая из этих фантомов продолжает выполнять нужную работу в головоломке. И все головоломки мы хотим строить не на какой-то последовательных наборе действий, а на распараллеливании своих задач, сколько бы их не было. От того, что начиная от банального, что включить там параллельно пару рычагов нажать, до каких-то более сложных взаимодействий с тем, чтобы персонаж мог нести часть объектов, параллельно нести этих, параллельно включить свет, параллельно открытие мост и все в этом духе. И вот хотим сделать упор на головоломки такого типа. И максимально пытаться сделать акцент на то, что чтобы остановить вот эти минутные циклы, только ты сам себе можешь помочь. Название пока что рабочее, но пока ничего более оригинального мы не придумали. Собственно, с течением игры, поскольку копий будет становиться все больше и больше, будет это смотреть со стороны достаточно интересно. Гифки примеров разных взаимодействий, как это выглядит со стороны. Вот пример первого раза, когда герой, собственно, видит свою копию, еще не зная, что это значит. Так, по референсам. У нас, на самом деле, не так все много по референсам, но в основном хотелось ориентироваться на портал из-за, опять же, атмосферы и подхода головоломка. Из-за того, что в портал они, опять же, не настолько хардкорные, но из-за наличия портала у них есть сходная особенность с нашими, что как будто бы герой может быть в двух местах одновременно. Поэтому в чем-то можно референс на них. И прекрасная особенность портала с тем, что ты всегда чувствуешь какую-то опасность, то есть ты знаешь, что ты не идешь к чему-то хорошему, а концепт все время ожидает что-то достаточно плохое. Очень бы хотелось эту атмосферу понять и прочувствовать, дать игроку. Так, каких ощущений мы хотим от игры? Мы хотим очень много, вот ощущение пустыни. Эта игра во многом, наверное, про атмосферу, помимо головоломок. Мы пробивающиеся через пещеру лучи света. Мы хотим много песка. Опять же, пока в демо-локации это не так много. Вот. И также часть пещер построить абсолютно темными, и чтобы геймплей был возможен только с факелом. Мы протестировали, это дает очень интересный эффект из-за того, что только игрок может подсветить маленькую зону. Ему приходится следовать за самим же собой и выбирать достаточно хорошие траектории. Перезапускать цикл как можно больше раз, чтобы пройти уровень все лучше и лучше. Вот. Мир внутри, собственно, к таком темные, страшные, запутанные места, церемониальные, из которых люди ушли достаточно давно. Так, развитие сюжета. Вот здесь я поподробнее остановлюсь. Я не знаю, сколько у меня времени. Если мне кто-то подскажет, я не смог включить таймер, потому что у меня телефон на камере. Еще около пяти минут есть. Да, спешу, значит. Вот, собственно, тогда я пока вам включу какую-нибудь гифку, пока это рассказываю. Собственно, к чему мы хотим это развить? Из-за того, что сами по себе головоломки развивать бесконечно достаточно сложно, чтобы это было интересно. С течением игры мы хотим дать нашим прошлым зачатки разума, я бы так сказал. То есть, со временем, как их становится все больше и больше, они начинают не просто делать то, что им говорит игрок. Начинают, например, в локации, где нужно умереть на шипах. Ну, стандартный момент, когда нужно, например, узнать, где правильная кнопка, куда можно наступить и не умерев. Естественно, герой умрет несколько попыток. И не подумав о том, что он своим копиям причиняет боль. И со временем мы хотим, чтобы эти копии начали ему как-то противопоставляться. Мы сейчас тестируем скрипты с тем, чтобы с небольшой вероятностью они начинали входить в агрессию, когда их требуют что-то сделать. То есть, когда уже, так сказать, когда в какой-то момент будет достаточно много копий на локации, они не будут повторять то, что делает им игрок. Из-за этого у него будет все рушиться. И вторая часть игры скорее построена на таком социальном взаимодействии с ними, помимо головоломок. Что это не просто помоги себе сам, а убеди себя помочь себе. Потом, значит... И, собственно, ближе к концу игры будет много этих конфронтаций. И потери чувства контроля, которые мы очень хотим дать игроку. Собственно, на разработку мы примерно рассчитывали около 30 тысяч долларов. Примерно расписав смету. Но, опять же, непонятно, что у нас с анонсированием. Поэтому мы это на скидку сделали. Мы еще не проводили анализ рынка. Мы прошерстились тем. Но, я думаю, это не особо глубокая аналитика. И по ЦА ничего не могу сказать. Потому что, в моем понимании, у головоломок достаточно разношерстная публика. У ПКшных головоломок. Поэтому, я думаю, в ближайшие как раз пару месяцев мы будем проводить уже аналитику. И у нас будет более подробная информация. Вот, собственно... Вот наша первая локация. И я, наверное, закончил. Если я ничего важного не забыл. Возможно, сумбурно. Но спрашивайте. Спасибо за внимание. Сергей, Даниил. Что ж. Я мог бы сказать, что головоломки – это нечто сложное. Это как пытаться делать виски с колой вкусным и разнообразным. Все настолько много пили виски с колой, что это достаточно становится крайне сложным. Извиняюсь, меня тут кот шалит. Соответственно, идея с призраками, духами, с другими игроками, ну, как угодно это можно назвать визуально, выглядит прямо шикарно. Классно было бы еще, были бы там фэковые духи, которые бы показывали, что как игроку проходить тот или уровень со стороны других игроков. Но при этом, на самом деле, это была бы ловушкой. И там в конце, короче, был бы фэл. А вон такие типа, ага, меня вот тут легко подсказали, я бегу. Он прыгает, а там шипы или, не знаю, местные там люди недобрые уходят с ножами и говорят, ага, давай себе свои деньги. Было бы тоже прикольно, как часть головоломки. Вот. То есть играться вот с этой подсказкой, показывать то, что или правильно, или неправильно. То есть это прям вот отдельная такая история тоже. Головоломки все очень сложные. И они сложные тем, что на них тяжело придумать интересные уровни. Потому что первоначально все разработчики начинают с платформы, головоломки, бла-бла-бла-бла-бла. Вот. И в Steam их очень много. И всегда приносить какой-то новый экспириенс. То есть мы все понимаем, что игры — это в первую очередь экспириенс для пользователя. То есть некий игровой опыт, который он получает во время прохождения той или иной игры, и для него всегда этот опыт должен быть положительным и достаточно новым. То есть каждая популярная игра, она приносит в какой-то стандартный экспириенс что-то новое, что-то интересное. Вот. Те самые игровые механики. И в нашем случае, да, то есть в нашем случае имеется в виду диалога, для вас один из кривых камней сложности — это как раз получение вот этого экспириенса. Мне очень нравится визуальная стилистика. Я, насколько понимаю, это используется шейдой, да, специально. Я забыл, как они называются. Тут обводка в постпроцессе, плюс еще некоторые постпроцессы, чтобы сделать это более мультяшным. Да, да, я вижу. Тут просто на данный момент реалистичные текстуры, поверх которых такое смещение пикселей сделано. Я понял. То есть очень интересный визуальный стиль. Но с точки зрения бизнес-потенциала очень неочевидная USP, нету каких-то ярких выраженных линий. То есть это как виски с колой. То есть вам для того, чтобы это было не виски с колой, вам нужно добавить еще какие-то элементы, чтобы это превратился в вкусный коктейль, который хотел бы кто-то выпить. Вот. Вот такой вот мой будет фидбэк на игру. Спасибо. Мне понравилась идея про ложные пути. Собственно, это очень близко к тому, что мы хотим как раз именно с точки зрения противодействия этих копий, которые со временем прям буквально откровенно будут некоторые пытаться убить игрока. Ну, уже ближе к концу. Поэтому. Раз с ними играться интересно, там пользователь будет всегда в таком легком стрессе, недоумении, типа, этот врет мне с скотиной или не врет мне? И будет такой сидеть думать, ладно, побегу с ним. Да мне кажется, это даже не легкий стресс будет, а вполне себе такой серьезный. Вот. Пацаны на измене будут сидеть. Немножко добавлю к тому, что уже сказал Даниил. Значит, наверное, неожиданно. Вот мне что всегда поражает Данииле, так это глубина и образность его ассоциаций. Вот. То есть, как бы, с рискарем еще, на моей памяти, игры никто не сравнивал, но это было хорошо, уместно и приятно. Непосредственно по выступлениям. В принципе, все было очень недурно. То есть, было струкло выступление, было понятно, что вы хотите сказать, зачем. Чем было понятно, почему эти поинты важны в тех или иных моментах. Чуть-чуть, наверное, мне не хватило такой правильной доли разработческой уверенности, что мы все делаем хорошо. У нас классная игра. Кто не согласен, встал и вышел отсюда. Вот. Это важно, почему? Потому что очень часто именно эта самая уверенность и отделяет тех людей, кто, грубо говоря, там сорвет уши, получит финансирование, от тех, кто останется, по сути, ни с чем. Вот. Очень важно, чтобы у вас она тоже была, причем в нужном объеме. По самому проекту, геймплейно и прочее, Данил уже очень хорошо высказался. Мне здесь, наверное, нечего добавить. Вот. Оформление презентации немножко неряшливое. Можно было бы лучше. Но я думаю, что вы сами прекрасно это понимаете. Да. Вот. В остальном, концепт интересный. Оригинальные игры заходят, как правило, очень тяжело. Потому что то, что одни считают оригинальным, другие считают там неудобным, непонятным, ненужным иногда. Вот. Но, тем не менее, если бы у нас не было таких игр, то индустрия бы вообще не развивалась никуда. И мы бы все еще играли, не знаю, во второй Half-Life, потому что больше бы ничего не было. Вот. Так что искренне надеюсь, что у вас все сложится. Вот. Проект увидит свет. И мы посмотрим на эту оригинальную концепцию в действии. Вот. Но чуть-чуть внимания к деталям. И участие акцента, о котором сейчас говорили мы, явно не помешает, а наоборот, очень и очень, как мне кажется, поможет вашему проекту в обретении, собственно, своего лица и того, как правильно его подавать и позиционировать. У меня на этом, наверное, все. В кои-то веке буду краток. Спасибо. Данил, может, у тебя еще какие-нибудь есть комментарии? У нас, в принципе, еще есть время на то, чтобы дать фейлбэк. Нет, я вот в кол с виски прям влил все свое остальное. Я очень надеюсь, не в буквальном смысле влил. Жаль, но нет. Очень жаль. Так понял, нужен как минимум лайм. Как минимум. Лучше еще что-то. Да, лучше. Господа, господа, давайте мы не будем уходить глубоко в ассоциативный ряд. Пожалуйста, у нас специально серьезные мероприятия. Окей, давайте двигаться дальше. Все, всем спасибо. Да, спасибо. Спасибо.